В выходные не повод сидеть дома и чтобы потратить время с пользой можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. Начать можно с Саровского драматического театра. Тут есть сразу несколько интересных вариантов. Для детей в субботу и воскресенье покажут музыкальную сказку «Маша и Витя против диких гитар». Сюжет известен еще с советских времен, а значит время в компании со знакомыми героями пролетит совершенно незаметно. Если вам 18 лет и чуть-чуть больше, то 14 апреля в 6 вечера отправляйтесь на постановку «Человек». Посвящена она Максиму Горькому, а само действие наполнено известными и неизвестными фактами биографии, отрывками из произведений, цитатами и афоризмами, прочно вошедшими в наш обиход с подачи великого писателя. Отличный вариант отдыха – это послушать живую музыку или сходить на концерт. Например, 15 апреля в 13 часов можно отправляться в Дом ученых. Там пройдет филармония для детей «Бас Квинтет». Выступать будут артисты Академического симфонического оркестра Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича. 14 апреля в ДК на площади в 18 часов начнется концерт народного коллектива хора «Русской песни» под управлением Александра Кузина. 15 апреля в то же время в том же месте состоится концерт оркестра Василия Маркова «По волнам нашей памяти» при участии джаз-бенда «Дяди Вовы». Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, то вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все, как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно 14 апреля, начало в 8 вечера. Если все предыдущие варианты были не для вас, то есть место, где можно не только отдохнуть, но и проверить свои знания по русскому языку. 14 апреля в 14 часов все желающие могут написать тотальный диктант в гимназии номер 2. Предварительной регистрации не требуется, на диктант необходимо принести с собой паспорт. Бланки и ручки выдадут перед диктантом. По всем вопросам следует обращаться по телефону 955-20. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Новинка проката российского производства «Гоголь Вий» – это вторая часть готического киносериала про приключения молодого писателя. Не станем пересказывать сюжет, но можно смело сказать, что очередной фильм про Николая Гоголя оказался достойным предыдущего. Таким же ироничным, странным и хулиганским. И продолжая тему фильмов, которые заставляют нас вскрикивать и закрывать глаза при просмотре, невозможно не сказать о новинке. Тихое место. История одной семьи, которая проживает в небольшой уединенной ферме в далеко американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких же семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, которые реагируют на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Абсолютно нетривиальная задумка, а значит, стоит этот фильм посмотреть на большом экране. Для любителей фильмов с участием Дуэна Джонса тоже радостная новость. В прокате картина «Рэмпэйдж». Тут есть все. Погони, безумные спецэффекты и одна гигантская горилла а-ля «Кинг-Конг». А еще безумные эксперименты над живыми существами и, как итог, освобождение этих животных из-под гнета людей. В общем, любите экшены, вам понравится. Все идем в кино. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok